Дорогая Пелагея, дорогая передача, в данном случае наша онлайн-конференция от всего Молодежного кольца Москвы. Я благодарна тебе за отклик, за готовность прийти к нам в студию и поговорить на всё, что в данном случае интересует нас и твоих поклонников. Да, пожалуйста, пожалуйста, всегда. Ну, прежде чем мы начнём о главном для всей армии твоих фанатов, хочу воспользоваться служебным положением и задать вопрос, который интересует лично меня. На твоём сайте, давно уже довольно, было размещено объявление и приглашение, чтобы твои поклонники известили всех и пришли сами на благотворительную акцию «Душевный базар». Она состоялась, насколько я знаю, буквально вчера. Это случайный зигзаг в твоей вне творческой деятельности или, скажем, околотворческой, или это какая-то последовательная позиция и решение? Ну, вообще, вопрос благотворительности, как мне кажется, это правильно, что он у нас существует, и мы на него обращаем внимание пристальное своё. Понятно, что, тем более, что если ты человек публичный, да, и имеешь возможность транслировать какие-то свои мысли или чужие мысли, да, на большую достаточно аудиторию, конечно же, это, в общем, налагает определённую ответственность, и в том числе и, грубо говоря, социальную, да, потому что мне кажется, что вообще это нужно в школе преподавать, и такие мероприятия, как «Душевный базар», собственно, который действительно вчера состоялся, я после этого, вчера мы сидели с мужем, и я ему говорила, что это прекрасно, что вот существуют такие мероприятия, куда действительно можно прийти со всей семьёй, с детьми, было много детей вчера, и, может быть, не все они понимают, насколько хорошее дело они делают, да, придя и, в общем, там, купив какую-то игрушку, или там, просто деньги положив, или вот, ну, сам факт, да, привлекая внимание к этому мероприятию, но мне кажется, что у них просто с детства, да, будет вот такой вот пунктик вырабатываться, вот это же будет такая привычка, традиция, да, помогать детям заниматься благотворительностью, потому что на Западе это гораздо всё проще, люди не стесняются этого, не стесняются заниматься этим, они, ну, и процедура, в общем, конечно, упрощена, да, я думаю, что наша сторона тоже к этому идёт, и достаточно очень быстро, и я думаю, что каждый для себя сам, конечно, выбирает форму помощи, кто-то помогает, там, через фонды, да, там, которые зарекомендовали себя уже с хорошей стороны, да, которые уже, там, сделали себе имя правильное, да, и люди им доверяют, кто-то выбирает такую адресную помощь, да, и видят какого-то ребёнка, они знают, что, вот, там, допустим, собирается операция, там, да, деньги на операцию для конкретного ребёнка, и кому-то так проще, вот они видят эти глаза, понимают, что да, мне нужно помочь этому ребёнку, как угодно, у кого нет возможности, там, помогать финансово, да, перечислять деньги, всегда есть огромное количество, там, учреждений, будь то детские дома, больницы, хосписы, там, всё, что, ну, в общем, много разных учреждений, где существуют люди, в общем, в стеснённых условиях, да, и самое, ну, одно, понятно, не самое тяжёлое, вообще достаточно, ну, сложно, да, на эту тему говорить, но, как мне кажется, и, собственно, вывод, который я сделала после, опять же, и посещения всех этих заведений, в том числе, да, что, всё-таки, самое важное для них – это внимание. Понятно, конечно, что, там, если, опять же, существует какая-то проблема, как мы вчера, вот, да, освещали, у нас, там, нам написала, написала девушка, знакомая, мальчика Коля из города Красноярска, который сейчас очень болеет, и у него рак, и вот собирается деньги на операцию, которая должна произойти в Израиле. Собственно, вчера мы своим выступлением пытались привлечь внимание именно к этой проблеме, потому что нужно, чтобы, вот, у нас, кстати, на сайте есть тоже ссылка, там можно посмотреть и прочитать, в общем, историю болезни мальчика, там ссылка на сайт, где родители его ведут постоянно, дневник о его состоянии, как он, как он себя чувствует, он сейчас лежит в Красноярской больнице. И, собственно, мы вчера продавали диски свои, да, и все эти деньги, естественно, я уже вчера передала их родителям мальчика, и самое главное, что, вот, там, как-то получилось, насколько я понимаю, дай бог, привлечь внимание одного из фондов, которые были представлены, вот, собственно, вчера, там, на этом душевном базаре, и они сказали, что да, мы позвоним, мы постараемся, там, как-то сделать, что помочь ему при, там, договоре, собственно, да, чтобы мальчика положить в больницу в Израиле, там, чтобы правильно все было. Вот такие какие-то моменты, да, я, там, это не значит, что я перевела огромную, там, сумму денег, да, может быть, в какой-то ситуации так бы было нужно сделать, да, но в этой ситуации вот так вот мы решили поступить, и, ну, у меня вчера такое было очень хорошее настроение, несмотря на то, что я волновалась, потому что я понимала, что я, ну, не просто выхожу на сцену, а сейчас очень важную, важную историю пытаюсь донести, да, людям, и пытаюсь как-то вот их привлечь к этой проблеме, это очень волнительно, но очень, мне кажется, важно, вот. И действительно, почему я говорила о том, что хочется, чтобы это прямо в школе буквально преподавали, потому что хочется, чтобы это действительно было вот, ну, чтобы это воспитывалось в молодом поколении, чтобы мы были более внимательные и чуткие, и не такие циничные, потому что, мне кажется, опять же, Если это будет прививаться, грубо говоря, с молоком матери, такие, казалось бы, простые понятия, но, тем не менее, о них нужно обязательно, ну, как бы еще раз повторять ребенку, то мне кажется, что и меньше будет таких случаев, когда, не знаю, человек какой-то лежит на улице, мы у него идем и, наоборот, даже отворачиваем глаза, чтобы не смотреть. Вот таких ситуаций должно быть меньше. И это в том числе, в общем, благотворительность, она, позыв благотворительности внутренней, это, в общем, уже говорит о том, что не все потеряно. Вот, чтобы у тех, кто сейчас смотрит нашу онлайн-конференцию, этот позыв тоже возник, раз мы заговорили о сайте, назови, как он называется, где можно найти информацию об этом больном мальчике. Там очень сложный, какой-то сложный домен, просто зайдите на сайт pelagi.ru, у нас там есть ссылка, вот, на сайт, который уже непосредственно создали родители Коли. И поскольку мы заговорили с самого начала об очень таких высоких и важных вещах, не могу не задать следующий вопрос. Ты неоднократно говорила, что хочешь и, в общем-то, в последнее время готова морально, внутренне стать мамой. Очевидно, что ты будешь прививать ребенку вот эти замечательные вещи по благотворительности. Мне кажется, с этим очень тоже связано понятие патриотизма. То, что происходит в последнее время в Москве, и об этом говорит вся страна, эти страшные побоища, в которых участвуют не просто молодежь экстремистская, там ведь дети и подростки, буквально там 12-14 лет, что очень страшно. Что и как нужно сделать, в частности, конечно, людям творческим, лидерам мнений как раз этой самой молодежи, чтобы этот кошмар не повторялся? Это очень сложный вопрос. Наверное, если бы я знала на него какую-то истину, да, в первой инстанции, я знала бы, как нужно быть, я бы, может быть, пошла, наверное, в политику, повела за собой каких-то людей, так как я, в общем, этого не делаю, понятно, что я, безусловно, нахожусь в таком неком недоумении по поводу всей этой ситуации. Я просто не понимаю, не до конца понимаю побуждения, которые возникают. Вот опять же, я понимаю людей, которые устраивают душевный базар, грубо говоря, да, я понимаю, что их, собственно, на это, да, побудило. Что побудило и побуждает людей выходить на площади и, ну, как бы, что, опять же, что побуждает людей выходить на площади, я тоже понимаю. Я против физической какой-либо силы, применяемой к другим людям, вот скажем так, потому что я считаю, что любые конфликты можно и нужно решать словами и какими-то там экстремистскими лозунгами, в общем, делу-то не поможешь, потому что, во-первых, прежде всего нужно искать проблему в себе, и это можно сказать по поводу, в общем, любой проблемы, которая сейчас там, ну, у нас стоит, типа, на самом главном обсуждении. То же самое по поводу того, что когда ты, там, превышаешь скорость на авто, ну, да, собственно, сидя за рулем автомобиля, да, ты думаешь, да, ну, сейчас вот меня кто-нибудь поймает, я же все равно откуплюсь, и потом уговариваешь этого вот человека, ну, возьми, ну, ладно, ну, отпусти, ну, пожалуйста, ну, возьми ты эти деньги, ну, что, никто так не делал, что ли, никогда? А потом мы говорим о том, что, ну, как же так, они ведь берут, ну, что же такое, я вот даю, они же берут, ну, что же. Ну, это как бы, да, такой пример, нужно начинать с себя. И я считаю, что все люди должны придерживаться определенного какого-то кодекса человеческих прав, независимости от своей национальности и так далее. Нужно вести себя хорошо и уважительно по отношению к остальным людям. Совершенно не важно, кто ты, русский, китаец, там, американец, кавказец, совершенно, ну, не важно. Все равно мы все, тем более, если мы говорим о России, о стране, которая действительно, ну, сколько можно раз говорить, что она многонациональная. Здесь живут не только русские люди. И, ну, не знаю, у каждого из нас очень много крови намешано, и мы можем ошибаться и не совсем до конца знать, на самом деле, из чего мы все состоим. Это действительно так. Может быть, конечно, есть и наверняка есть люди, которые знают там свое нелогическое дерево на 50 тысяч поколений там, да, и так далее. Но, тем не менее, мы живем на этой территории, и исторически так сложилось, что мы должны все-таки как-то, мне кажется, друг с другом существовать вместе и мирно. Все-таки уже мы не в том живем обществе и не в тех веках, когда все-таки это все решается с помощью оружия, там, драк и так далее. И самое, что важно, что мы живем в этом городе, неважно, кто-то из нас приехал, как я, например, я тоже понаехала, в общем, в Москву, и тут теперь сижу, и теперь москвичка, да. Кто-то здесь родился в наших интересах сделать этот город спокойным, зеленым, чистым и так далее. Безусловно, без поддержки, там, правительства, правительства Москвы, правительства России, обычным людям не удастся это сделать своими руками. Но, в первую очередь, это должно исходить от нас. И желание сделать этот город хорошим и красивым, и гордиться им, да, это тоже должно исходить, в первую очередь, от жителей этого города. Не важно, какой они национальности, потому что, если Москва, ну, как бы, если Россия многонациональная страна, то тем более Москва, о чем мы говорим. Поэтому, просто, чтобы нам хотелось, чтобы наши дети здесь жили, чтобы они здесь учились, да, чтобы это был действительно такой вот оазис спокойствия, красоты и самый прекрасный город на земле. Вот, вот в этом, на самом деле, наша задача. И я не думаю, что это правильно думать, что панацея в этом, это там, какие-то другие нации, которые живут в этом городе. Это не так. Не могу не зацепиться за фразу, вот, когда Пелагея понаехала в Москву. Вот, ты была еще совсем юным, нежным, ну, тогда уже, несоизмеримо талантливым созданием. Что было трудно, потому что ведь Москва, это не просто учеба, и не просто учеба, плюс к этому музыкальный у тебя, а это ведь еще и, хочу напомнить для всех, экстернат, как это все можно было вытянуть, вытащить. Ну, экстерном я закончила только один год, соответственно, шестой класс, потому что, когда я переехала в Москву, мы очень хотели попасть в замечательную школу 11-13 на Тверской, собственно. Где не было места в шестом классе, куда я должна была попасть, ну, по воде, что мне подходило, есть, было только место в седьмом. Поэтому мне предложили, ну, хотите, за месяц, вот, ты можешь быстренько сдать все экзамены, пройти обучение за шестой класс, и давай, пожалуйста, уже там, нагоняй дальше в седьмом классе. Я все это исполнила, и, собственно, до десятого класса я проучилась в этой школе замечательной. В десятом классе я ушла опять в экстернат, потому что мне захотелось попасть, предложили мне, собственно, пойти попробоваться в ГИТИС на курс Петра Михайловича Шибалтая, сейчас он художественный руководитель Кремлевского дворца. И, в общем, я опять пошла в экстернат, да, закончила, там, половину десятого и одиннадцатый класс. И поступила в ГИТИС, собственно, ну, и вот, и закончила его. То есть это все такое, ну, я всегда очень любила учиться, и всегда очень ответственно подходила к этому вопросу. Я вообще жуткая зубрилка всегда была, и мне нужно было обязательно, как? Я что-то не выучила, такого не может быть. Но это единственное, это все, что касается, конечно, гуманитарных предметов, потому что с точными науками никогда я не дружила, и, видимо, уже нам не светит общение с математикой, геометрией и так далее. Нет, мы разные слишком. А вот эта ответственность, о которой, кстати, ты неоднократно говоришь во многих интервью, я думаю, что это для тебя действительно важное какое-то понятие, вот даже пунктик, она сильнее чувствуется в обыденной жизни какой-то, да, или в творчестве, или абсолютно везде? Это черта характера моего, это иногда очень мешает, и она иногда излишняя такая, это чувство ответственности, иногда оно действительно мешает, и это проявляется во всем. Я ненавижу опаздывать никуда, и если я вдруг там понимаю, что задерживаюсь, или там не могу приехать чуть пораньше, все, у меня начинается паника, я начинаю нервничать жутко, вообще чуть ли не колотить. Ну, такое вот, да. Я не знаю, с чем это связано, не думаю, что это воспитание, это вот как-то, ну, вот внутренние какие-то мои вот такие пунктики действительно. Поэтому иногда, опять же, что касается ответственности в творчестве, тоже со мной не раз это вот играло такую злую шутку, когда перед концертом я настолько волнуюсь, что там чуть ли не там голос пропадает, то есть психосоматические всяческие истории, они мне знакомы, не понаслышке, и обычно это действительно именно из-за того, что я переживаю, что я что-то на себя такое взвалила, что вдруг, а вдруг я не потяну, вот это вот очень страшно. Ну, то есть все время я, наверное, ставлю себе какие-то, ну, или жизнь мне ставит такие какие-то высокие планки, которые мне обязательно нужно, я привыкла, что мне нужно их обязательно брать, эту высоту. И, безусловно, когда я ее беру, я получаю ни с чем, ни с, в общем-то, несравнимое удовольствие, безусловно. А тем, кто рядом с тобой, вот тем же членом группы, такой твой перфекционизм осложняет жизнь? Нет, ну, я их, конечно, достаю на гастролях, я говорю, он же как бы на все простирается, поэтому, ну, что вы опять курите, остановились опять где-то посреди тайги, автобус стоит, давайте поехали быстрее, вот, ну, все, я им устраиваю, тем более, что я одна, в общем, девушка в мужском коллективе, им, конечно, не надо, чтобы тут на них, над ними кто-то стоял и еще что-то там им указывал, ну, они терпят как-то, они скажут, да ладно, сиди там, и все, я сижу. Если вот перейти уже к группе и к творчеству, примерно есть ли понимание, соотношение, сколько там авторских твоих композиций, и сколько обработанных? Ну, в смысле, нет, я не пишу песни, и тот авторский материал, который вошел в альбом «Тропы», он создан двумя людьми, Пашей Дишурой, который написал песни, собственно, музыку, и моя мама Светлана Фанова, которая написала текст. А мое авторское творчество ограничивается, собственно, вокальными историями, да, то есть я потом и на концертах уже, да, как в такой, в следующей уже инстанции, да, и в процессе работы над песней, когда она только начинается, да, мы, безусловно, и с мамой вместе работаем очень много, и она до сих пор выполняет еще такую роль моего педагога, потому что у меня никогда не было возможности заниматься вокалом, я так и не нашла, в общем, какого-то человека, педагога именно, да, вокального, который бы меня устроил и которого устроила бы я, что тоже немаловажно. Поэтому, в общем, все это время я училась у мамы, и, в общем, нас все устраивало. Безусловно, есть какие-то моменты, которыми мама не владеет, потому что она не профессиональная педагога, она сама об этом тоже прекрасно знает, поэтому мы не оставляем такую мысль когда-нибудь, может быть, поучиться в Англии, в Лондоне, я бы с удовольствием поучилась джазовому пению, потому что я считаю, что я такая певица, ну, такая, скажем, синтетическая, очень я стараюсь, как бы, обладеть разными манерами, техниками вокальными, потому что у нас и репертуар такого очень широкого диапазона, и мы не ограничиваемся только, там, какими-то фольклорными, да, композициями, поэтому, да и в фольклорных, на самом деле, в исполнении фольклорных песен я стараюсь, опять же, владеть разными манерами. Манеры зависят от, там, губернии, в которой была написана та или иная песня, да, и их интересно даже иногда в одной песне их совмещать, поэтому иногда я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, допустим, слышат, там, в моем исполнении одну песню и другую, и думают, что разные люди поют, и это, в общем, я достигаю этого специально, потому что слушаю, опять же, разных певиц и стараюсь слушать бабушек, которые очень круто поют, опять же, там, можно в интернете найти достаточное количество замечательных записей архивных, да, и таких, ну, экспедиционных, фольклорных, и пытаюсь прямо вот снимать до, ну, прямо, как, не знаю, как пародия, грубо говоря, да, только, ну, по-серьезки, да, снимаю прямо всю технику, вот, прям, ноль в ноль. Потом, естественно, по тому, как я эту технику, ну, скажем так, приспосабливаю, да, к своему голосу, там, к своей манере какой-то, она немножко изменяется, но глобально это очень интересно, потому что, например, когда я, когда мы делали несколько лет назад программу «Сибирский драйв», и у нас там была такая композиция этническая на 15 лишних минут, где у нас было около десяти, скажем так, цитат, даже больше, наверное, десяти, из разных народных песен разных народов мира, соответственно. Все эти песни, соответственно, я в большом количестве слушала, прежде чем, да, их как-то мы скомпоновали в одну композицию, естественно, там, допустим, если это была грузинская народная песня, я слушала грузинские народные песни, я пыталась, как бы, снять какие-то фишки, вот, именно грузинские, технические, вокальные, они были тоже очень интересны, там, дальше какая-то болгарская песенная традиция, невероятно интересная, очень сложная, я старалась понять, как они это делают, и так далее, то есть это такой очень интересный и достаточно, конечно же, сложный процесс. А вот для импровизации, для использования в качестве исходного материала, для каких-то, может быть, новых вариаций, обработок, музыка, музыкальный строй, какой страны вот тебе наиболее кажется перспективным, а какой наиболее близким? Ну, мне сложно вообще, я, если честно, не очень представляю себе, какой будет музыка через, там, несколько лет, и мне сложно сказать, что будет популярно, что будет востребовано, потому что, насколько я могу следить, все-таки, как-то это все, такая тенденция к минимализму появляется, а с другой стороны, наоборот, если мы говорим о каких-то, скажем так, ну, рок-н-рольных командах, они как раз, наоборот, стремятся к такому симфонизму, и очень много звуков, и порой иногда даже кажется, что это немножко какофоний попахивает, но вроде нет, вроде все так и задумано, и так далее. То есть, очень такие полярные, мне кажется, тенденции, поэтому о них говорить мне сложно. Что касается просто каких-то, какого-то гармонического, там, мелодического строя, которые меня, допустим, честно, цепляют, да, то это, безусловно, балканская музыка. Мне кажется, она очень красивая. И, опять же, и болгарские народные песни, и это очень круто, и сербские, то есть, это в том числе славянская, конечно же, традиция, но она очень интересная у них опевание, очень интересная техника вокальная. Вот, круто очень там поют девушки. Сейчас вот хочу из заготовленных, неожиданных вопросов, о которых я предупреждала. Меня удивило, что не один, а несколько авторов на нашу почту прислали вопрос буквально следующего содержания. Пелагея, извини, пожалуйста, но не могла ли ты назвать размер своей обуви? Я не знаю, наверное, какие-то царские черевички тебе хотят преподнести, поклонники. Мы не можем обидеть. Я стандартная, в 38. Ну все, надеюсь, что кому, кому помогут. Может быть, это о чем-то говорит, очень важная какая-то информация. Нет, ну, может быть, действительно, все-таки хочется в преддверии Нового года как-то о сюрпризах. В 38-й. Надеться, в общем, и говорить. Вот, если говорить о наступающем Новом годе, вот, сломаем стереотип, что в конце традиционно о планах, вот если сейчас о них заговорить, атакуют нас вопросами, когда в Москве и в Питере будут ближайшие выступления Пелагея? Все знаю. 7 января в Москве, 13 января в Питере, в Октябрьском. Это, насколько я понимаю, рождественские? Рождественские, традиционные наши концерты. И мы сейчас, собственно, как раз находимся в такой вот стадии. И мы приехали, наконец-то, из наших многочисленных гастролей. И, в общем, засели уже на репетиционной базе. Мы готовим такую программу-сюрприз на эти два концерта. Будет, я думаю, что очень интересно для людей, которые слушали уже, знакомы с нашим творчеством, особенно если они ходили на наши концерты насольные и внимательно все это слушали в наше творчество, так сказать. Я думаю, что им будет очень интересно. Мы постараемся по-новому взглянуть на эту программу, на тропы. Ну и вообще старые песни провспоминаем. Все будет немножко по-другому, немножко по-рождественски, скажем так. Больше сказки? Больше сказки совсем вообще. Мне кажется, будут очень хорошие такие атмосферные концерты. Во всяком случае, пока мне кажется, что это будет очень интересно. Я говорю, и как поклонникам, таким прям уже поклонникам, которые уже знают, куда идут, и так, я думаю, и людям, которые придут в первый раз, потому что я уверена, что каждый раз, конечно, такие тоже люди случаются. К нам приходят на концерты, это тоже очень интересно. В продолжении темы концертной географии, буквально вот прочитаю, очень нравится строй этого послания. Здравствуй, милая Пелагеюшка. Когда можно ждать ваш концерт в Украине? Очень-очень любим вас. Спасибо большое. Насколько я понимаю, Украина у нас случится вот в наступающем году, потому что, ну, во всяком случае, Киев, по-моему, будет. Мы хотели сделать как раз вот в январские праздники, но что-то там не получилось у нас с залом, что-то то ли уже как-то занято было. Ну, в общем, какая-то такая была ситуация. Но, пометуя, в общем, наш концерт в этом году в Киеве, нам очень понравилось, и я очень люблю этот город прекрасный. И, ну, еще я на Украине была, в Харькове, там тоже хорошо. Вот, поэтому я с большим удовольствием всегда, и вообще, если тем более нас там ждут, то что еще можно мечтать? Ждут, несомненно. Вот, ты упомянула о том, что пока не случилось находки тебя и педагога, вот, а есть ли... Схватки, может быть, я и педагог. Какая-то схватка должна, мне кажется, сначала произойти. А есть ли, ну, можно назвать авторитетом, кто-то называет кумиром, в зависимости, видимо, от отношения к этим фигурам, есть ли для тебя вот какая-то такая фигура в творчестве и, скажем, вот, среди, может быть, композиторов, среди инструментальщиков? Ну, из людей, с которыми я могу, имея возможность счастья, общаться достаточно часто, да, и чье мнение для меня действительно очень важно, и к чьему мнению я прислушиваюсь, и если мне человек говорит, что вот так лучше, то я сделаю действительно, как говорит мне этот человек, то это, безусловно, моя мама. И даже дело не в том, что она мой родитель, и по-хорошему, по всем законам мне нужно ее слушаться, а дело в том, что именно мне очень комфортно и понятно, как работать с этим человеком, я имею в виду, если думать о том, что это вот продюсер, да, коллектива, в котором я существую музыкально. И я очень доверяю ее вкусу. И даже если когда-то, там, несколько лет назад, там, в мои какие-то переходно-возрастные какие-то моменты, мне казалось, да, ну, наверное, ты что-то не понимаешь, и все равно мы делали, как говорила мама, и я видела, что нет, это, видимо, все-таки я что-то не понимаю, а там все было правильно. Она действительно обладает каким-то удивительным чутьем, и как раз вот это вот чутье, мне кажется, это одно из самых важных качеств, которые должен вмещать в себя продюсер, потому что вот это вот, ну, скажем так, возможность видеть на шаг или на два вперед, да, собственно, это и есть залог успеха. Когда ты, там, дело идет именно о каких-то музыкальных проектах, да, все-таки мы должны всегда немножко опережать время, слушателей и так далее, чтобы дать возможность удивиться людям, да, вот. Поэтому я считаю, что Светлана Геннадьевна, конечно, этим всем обладает, и очень круто, что так вот Господь меня поместил именно в эту семью, вот, и дал возможность нам вместе существовать. Я думаю, что и ей, конечно, со мной гораздо комфортнее, чем с какими-то чужими людьми было бы, что уж тут говорить. Вот, поэтому мы очень много лет уже вместе работаем, мы знаем друг друга очень хорошо и знаем, где можно смолчать, где наоборот что-то сказать, что чужому человеку язык не повернулся. Поэтому это очень классно, что мы вот так вот вместе. Плюс еще все-таки у нас есть Паш, Павлик наш, Пашечка, Дишура, который тоже, в общем, уже, конечно, член семьи, и я к нему отношусь как к брату абсолютно, и я очень рада, что уже вот столько лет мы действительно вместе, и мы вместе развиваемся, вместе растем, и он на глазах у меня превратился из маленького ушастого гитариста, который играл вообще Агату Кристи и был грозой всех девушек в лагере в Суздале, там, детском, 10-11, там, сколько, 12 лет назад, когда мы познакомились. Сейчас это очень крутой композитор, очень талантливый гитарист и очень хороший человек. Вот. Поэтому мне очень приятно, что я все это видела, и надеюсь, что мы дальше будем только друг другу помогать и дальше еще расти вместе. Но, говоря о твоей маме, замечательной женщине, как о продюсере, мы делаем допуск все-таки на, скажем так, кавычки, потому что это не профессиональный, как бы, ее сегмент, когда она зарабатывает на артисте, в данном случае, как на проекте, да? Она, наверное, зарабатывает, конечно же, на артисте, как на проекте, все равно это не убыточная история. Но, тем не менее, это, в общем, я как раз хочу сказать, что это именно профессиональная ее деятельность, потому что, ну, во-первых, у нас, грубо говоря, есть, наверное, институты, которые якобы упускают продюсеров, но те продюсеры, которые у нас существуют, они, в общем, вряд ли дипломированные специалисты в этой области. Я говорю, самое главное, это вот эта чуйка, которая либо она есть, либо ее нет, либо у тебя есть хороший вкус, опять же, либо у тебя его нет, и можно постараться его воспитать, но если мы говорим о каком-то вот таком вот чутье и таланте, то это, конечно, я считаю исключительно врожденной историей, а она этим обладает, и это даже, допустим, в наших костюмах, да, которые, в общем, я думаю, опять же, для наших поклонников не секрет, это все сшито мамиными руками, все придумано в ее гениальной голове и вот воплощено. Опять же, да, это тоже такой режиссерский взгляд по-хорошему, да, она видит картинку вот в 3D, грубо говоря, да, и это может быть как музыка, так, там, картинка нас на сцене, да, когда она придумывает костюмы, там, сценографию и так далее. Она видит продукт уже вот как это будет выглядеть потом, потом, когда все шестеренки, да, заработают, все части как бы совпадут. Вот этого мне, например, этого не хватает, а у нее это есть, да, вот этот талант, и она его применяет, я говорю, когда она занимается, допустим, дизайном сада, а она тоже занимается, то там тоже все очень красиво, все нереально, там какие-то журналы к нам приезжали фотографировать, там, типа, этот сад, о, боже, кто у вас здесь работал, мама стоит, да, это вот рододендерный, а это вот это, вот это, вот это. За год человек узнал все о садовом, там, ландшафте. Она до этого вообще говорила, ну что, я буду в земле ковыряться. Все там уже растет, у нее все цветы растут, все розы распускаются каким-то огромным количеством. В общем, вот это вот действительно такая режиссерская черта, очень интересно. Меня это всегда восхищало в людях, потому что я совершенно не понимаю, как им удается как-то прогадывать так вот и объемно, скажем так, да, видеть, ну, там, то или иное, вещь какую-то. Это очень интересно. Ну, вот если говорить об эстраде, и вот о продюсерстве, о режиссерстве, похоже, что очень многих и исполнителей, сольников, и у групп вот этой вот чуйки, о которой ты говоришь, замечательный, как бы, термин, как бы не то, что не хватает, как бы ее просто нет. В данном случае, мне очень нравится твой термин, разлюля-малина. Вот, все эти псевдо-какие-то конструкции, вот, как бы их масса, вот. Как ты думаешь, почему так мало появляется, и если даже появляется, возможно, и сохраняется еще меньше, чего-то вот такого вот настоящего, назовем это настоящим, вот это как бы все вложено сюда, и талант, и оригинальность, и исследование традициям, и какое-то новаторство, вот это вот настоящего с большой буквы, вот тут мы плавно вклеим лезть, как группа Пелагея. Вот почему так мало у нас не пускают? Нет, дело не в этом. Опять же, нужно искать все в себе для начала. Вот много ли народу из нас, когда захочет послушать музыку, включит, например, Вагнера? Или, например, там, Шнитке захочет. А послушаю-ка я Шнитке, да? То есть есть такие люди, это прекрасно, и может быть с нами со всеми случались когда-либо такие истории, да, в жизни, что а послушаю-ка я Шнитке и послушал. Но дело в другом, дело в том, что когда ты слушаешь Шнитке, ты должен сесть и слушать Шнитке. Ты не можешь использовать это как фон для твоей жизни, да, там, мыть посуду, думать о своем, нет. Ты должен погружаться, это музыка, музыка с большой буквы, да, это не сопровождение наших обыденных дел. Когда мы, там, включаем радио, грубо говоря, да, в большинстве своем это, безусловно, ну, там, дай бог, раз в два часа что-то нас зацепит, и то, там, может быть, это будет тембр голоса чей-то, или, там, какой-то неожиданная, какая-то неожиданная рифма, да, как, ну, там, все что угодно. Но обычно это, и я думаю, что программные руководители, директоры, там, всяческих радиостанций, они вот этим руководятся, руководствуются, когда говорят о том, что, там, это формат, это не формат. Потому что сейчас считается, что формат, да, что по телевизору, что, там, по радио, это то, что ни в коем случае, не дай бог, не разберетит нашу душу. Нельзя ее трогать что вы что вы. То есть показывать, там, на одном канале, там, постоянно как кого-то мочат и втыкают какие-то штыри в людей, это нормально, это как бы нас уже не трогает, поэтому душ, собственно, это тоже как-то никак не касается души. А если мы говорим о какой-то песне, например, где, там, пробивается немножко слеза у слушателей, ну, так получается. Либо там, ну, допустим, у нас есть песня на альбоме Тропы маме на Басаново. Ну, она абсолютно, на самом деле, радийная история. Очень, на мой взгляд, красивая песня получилась у Паши с мамой. И мы приносили ее на радиостанции, и было нам ответов, ну, нет, это очень грустно. Это очень грустно, люди будут грустить, нельзя. Людей надо отвлекать, то есть, грубо говоря, так, 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 смотрите, все классно, ну, и дальше люди в таком вот зомбированном состоянии продолжают существовать, влочить существование свое. Поэтому, опять же, если человек сам будет выбирать, да, все-таки мы сейчас живем в таком, ну, так или иначе, в достаточно свободной все-таки стране, у нас есть интернет, дорогие друзья. Мы всегда можем выбрать, что нам смотреть, не смотреть, выключить, переключить, перейти на другой сайт, найти там, у нас есть интернет-радиостанции, в конце концов, где можно выбрать там себе все, что угодно. Вообще, это очень хорошо. Поэтому, если мы вберяем свои уши, глаза и души, там, вот этому прекрасному ящику, да, грубо говоря, телевизору, тогда уши не обессудьте. Смотрите, что показывают. Не хотите, переключайте, грубо говоря, да. Если все-таки мы более сознательно подходим к тому потоку информации, который в нас попадает, то мы выбираем его сами. Поэтому мы сами выбираем и музыку, которую мы слушаем, хотим послушать шнитки, собираемся с мыслями, слушаем шнитки, и после этого мы можем послушать что-то там полегче, да, если вдруг подумали, что, боже мой, меня переполняют эмоции, да, я не готов к такому, там, количеству эмоций и так далее. Мы просто себя очень жалеем. И поэтому вместо того, чтобы, опять же, там, взять, почитать, там, философию, например, да, мы берем и читаем журнал. Потому что хочется, чтобы, ну, это все слишком сложно, нужно думать над каждой буквой, зачем, я лучше вот картинки посмотрю, потуплю, вот и все. А сама много повыше времени в интернете? Есть временный интернет? Как бы, оно, когда есть, я в последнюю очередь полезу в интернет, потому что мне столько всего еще нужно сделать. И самое главное, что я все-таки, конечно, ценю живое общение гораздо больше, чем интернет, поэтому я всегда всех своих думаю, что хватит сидеть в интернете, я же тут я. Поговори со мной. Но вот если у Пелагеи есть 3 часа, чем она займется? Вот по приоритету? Вот если сейчас бы у меня было 3 часа, мне бы нужно было, например, химчистку срочно отдать и вывезти, на сапоги поставить, на бойки. Плюс нужно встретиться с очень большим количеством людей по делам, не по делам. У меня, в общем, предновогодние такие праздники ждут. Например, я крестницу свою не видела вообще 100 лет, мне нужно поздравить ее с Новым годом и так далее. То есть, на самом деле, это зависит от каких-то таких насущных дел, их очень много. Плюс еще мне нужно, например, съездить на репетиции, потому что мальчики вот репетируют, а я с вами разговариваю. Подарки маме мужа купила? Муж купила, маме нет. Ну, время еще есть, я думаю. Время еще есть, а главное, что маме очень сложно угодить, поэтому мы ждем указаний. ЦУ. Когда она укажет свой перст. Вот разговаривая о музыке, мы вот задели момент о том, что вот выбивает слезу. Ну, несомненно, если проводить там блиц-опрос, программы «Столько одному», там, половина народа на улице скажет, что выбивает слезу русского человека? Романс. Вот планируешь ли ты записать диск с романсами? Диск не знаю, я все никак не могу что-то нашего Павла Сергеевича уговорить на то, что это будет очень интересно, почему-то он говорит, а нет, я не хочу, не хочу, а я очень давно хочу романсовую программу. Я думаю, что нам удастся его уговорить, потому что в любом случае, если у нас, дай бог, дойдут до этого руки и мысли наши, то в любом случае, даже несмотря на то, что мы, в общем, будем брать за основу романсы, романсы тоже бывают разные, и очень бы хотелось как раз показать широкую палитру романсов, и городских, и классических, и народных, и казачьих, ну, самых разных. Поэтому в любом случае аранжировки тоже будут такие нестандартные, это все равно будет романс в исполнении группы Пелагея, там, да, это все равно будет как-то непонятно. Вот. Мне очень было бы это интересно, потому что я, как все-таки певица, ну, не то, что, нельзя мне назвать там типа певица-актриса, там, да, там другие есть такие, но тем не менее, я для себя в каждом произведении песенном, да, нахожу какие-то драматические моменты, если я их не хожу, не нахожу, мне неинтересно. Поэтому мне интересно подходить как раз к каждой песне как к такому спектаклю, я все проживаю, страдаю, там, и так далее. Это очень интересно для меня, вот я, собственно, в этом тоже, опять же, стараюсь и учиться этому, и стараюсь как-то в этом совершенствоваться, есть куда как бы расти совсем. Вот. В плане романсов это очень, конечно, благодатная почва такая, это очень крутой репертуар, и тут можно, конечно, свернуться, развернуться и вообще все показать, и все почувствовать, и наконец-то меня уже никто не будет обвинять, как раньше, когда я только начинала петь там тот же, я ехала домой романс, все мои мамы все достались тем, что ну что вы заставляете ребенка петь то, о чем она не понимает, мама говорит, откуда вы знаете, что она не понимает, и я действительно никогда, ну, мне всегда говорили, надо петь девские песни, я говорю, ну что, у меня петь траве, сидел Кузнечик, теперь что делать, там, если мне нравятся вот такие песни, ну да, может быть, я в каком-то моменте, типа, там была, ну, развитие там своих сверстников, опять же, благодаря маме, но тем не менее, и наконец-то тут уже можно все что угодно петь, все уже поверят, что теперь я наконец-то понимаю, я надеюсь, или может быть, покраситься нужно для этого сначала, а то там тоже найду к чему придураться. Если говорить о понимании, вот, вопрос, который, в общем, и лично меня волнует, и 9 из 10 знакомых, которые обезображены каким-то хотя бы начальным музыкальным образованием, у 9 из 10 был момент, когда классе вот в 5 музыкальном, ни в какую, не хочу, не буду, родители гонят из-под палки, ты как человек профессиональный в этом смысле, что посоветуешь? Я дело в том, что так поступила, и после 7 класса я закрыла крышку фортепиано и больше к нему не прикасалась, то есть я не прошла вот этот момент, у меня никогда не было такого с занятием вокалом, с пением, мне никогда не хотелось бросить, потому что, ну, это настолько, это всегда со мной, и это всегда во мне, то есть я певица, сколько я себя помню, я всегда певица, что бы я ни делала, я певица, но я не пианистка, поэтому мне нужно было заниматься на фортепиано, я занималась, я засыпала, каждый раз, когда я садилась за инструмент, мне нужно было заниматься там не меньше 4 часов в день, я занималась, я открывала крышку, и меня прямо все, я выходила из инструмента, все, я очень бодра, весела, все, что угодно могу делать, как только я садилась, все, это был кошмар, я вот не любила эти занятия, и они не приносили соответственно результатов, потому что я, у меня не было никакой мотивации, ну что, экзамен сдать, это недостаточная мотивация для занятий творчества, творчеством, но обязательно нужно это помнить, поэтому с другой стороны, я, с одной стороны, то есть благодарна маме моей за то, что она мне сказала, окей, закончишь этот год, и вообще, что ходишь, что и делай, то есть она меня не стала заставлять, она потому что сама видела, что, ну, грусть, конечно, вот, и видела, что из меня какой-то гениальной пианистки, конечно, не случится уже, с другой стороны, я сейчас жалею, что я не могу вот так вот там открыть крышку и сыграть все, что угодно, потому что я действительно закрыла ее, и все, я как будто ластиком просто у себя все знания стерла, я не умею играть на фортепиано сейчас, действительно, это жаль, потому что мне бы хотелось играть на фортепиано, но я планирую возобновить занятия, как бы мне не казалось это странным сейчас, конечно, но я понимаю, что именно не то, что там я хочу играть на фортепиано, я хочу, чтобы инструмент мне помогал там в каких-то моментах гармонических там и так далее, вот, в этом смысле, поэтому я сейчас планирую отреставрировать свое фортепиано и заниматься на нем. Если говорить о творчестве, как о профессии уже, да, голос, соответственно, это, ну, единственный главный инструмент, вот, орудий производства, вот, для пелагеи. Профессиональный в данном случае вопрос, как ты его сохраняешь, как ты с ним работаешь? Угу. Ну, во-первых, самый, один из самых главных друзей моего голоса – это мой фуниатор, мой прекрасный врач, Рудин Лев Борисович, более того, мы даже проднились буквально на днях, я стала крестной его сыночка прекрасного, младшенького, вот, это замечательный совершенно человек, очень талантливый врач, и такой, это очень узкая специализация, потому что это не лор, это не лорингология, это именно непосредственно связки, и все, что с ними связано. Это, конечно, очень, с одной стороны, хорошо, потому что мой инструмент всегда со мной, в любой момент он, как бы, казалось бы, вместе со мной, но с другой стороны, я не могу на него посмотреть, я иногда не понимаю вообще, что с ним, почему он меня не слушается, там, и так далее. Поэтому это, конечно, когда ты не знаешь, с чем ты имеешь дело, ну да, я знаю, как выглядят связки, как они устроены, и так далее, тем не менее, это все равно во мне, да, это такое, поэтому иногда, конечно, бывают сбои и от всего, чего угодно, я не поспала, там, я перенервничала, я только что летела на самолете, там, ну, все, что угодно, абсолютно, не говоря уже о кондиционерах, открытых форточках, холодной воде, там, ну и так далее. Поэтому, если какие-то случаются сбои, я бегу к нему, и он не только как врач мне помогает, да, фониатор, но и как психиатр, потому что в первую очередь, конечно же, все зависит от нашей головы, и когда я в панике с трясущими сижу, говорю, Лёва, спаси меня, все певцы же на это делаю абсолютно больные на голову, и он говорит, что спокойно, спокойно, прописывает мне нервохель, или как это называется, который нервишки успокаивает, и я иду, ухожу, собственно, лечиться. Но это бывает, слава богу, в общем-то, не часто, даже я бы сказала, редко, а вообще я, да, немножко, наверное, люди чужие посмотрели бы на меня, подумали, ну, конечно, звезда, строите себя, потому что действительно всех достаю с тем, что закройте форточку, выключите кондиционер, мне холодно, дайте мне шарф, отойдите от окна, я его закрою, и так далее, постоянно это со мной происходит. Мои друзья знают, что это не потому, что я звезда ни в коем случае, а просто, опять же, это моя ответственность, которая всегда со мной, собственно, всю жизнь, я понимаю, что от меня зависит огромное количество людей, у меня очень плотный график, который расписан на несколько месяцев вперед, и мне нужно, в общем, быть всегда, опять же, в боеготовности, потому что иначе слишком много людей пострадает от меня, вот. Вот если говорить про разные требования, напрашивается вопрос, есть ли райдер у Пелагеи? Ну, безусловно, технический, бытовой, и, в общем, насчет бытового, все более чем скромно, ничего такого у нас нету, никаких хеннесси в гримерке у нас не стоит, вообще мы алкоголь не употребляем на гастролях, и никаких золотых унитазов, белых цветов, ММДМ без орешков и так далее, ничего такого вообще, все очень просто. Единственное, что технический райдер, да, мы следим за его исполнением, выполнением, и если по причине, там, вины организаторов, допустим, да, мы приезжаем на концерт, и технический райдер не выполняется, то у нас везде написано, что группа оставляет за собой право не выходить на сцену, потому что, к сожалению, у нас пока, опять же, особенно, если мы говорим о каких-то городах, там, не столичных, да, очень часто бывают претензии к звуку, и люди, к сожалению, не понимают, что в деревянном ДК, при условии полностью живого звука, да, там, какого-никакого аппарата, сделать звук как на пластинке, чтобы были понятны все слова и все партии у каждого инструмента, но это невозможно, просто невозможно. У нас очень мало залов, в которых можно было бы сделать действительно хороший по звуку концерт. Это, к сожалению, это, в общем, правда жизнь. И, тем не менее, когда даже какие-то минимальные там требования технические не исполняются, да, там, выйти на сцену и прогреметь что-то непонятное, в общем, мы в этом не видим. Пока такого не случалось, конечно, чтобы мы прямо там отменяли концерт, потому что у организатора был какой-то такой косяк, потому что все равно перевешивает пока то, что, ну, там же люди, ну, они же ждут, они же уже не виноваты, же ни в чем. Поэтому идем и играем. Вот если говорить о гастролях и о тех, кто ждет, вот у тебя есть какое-то представление о том, вот какой он зритель, слушатель, ну, не говорим мы там фанаты, поклонники, именно зритель, зрительская, слушательская аудитория твоя? Это что-то о восьми головах, потому что они такие разные все, очень, очень, во-первых, меняется, зритель меняется с годами, раньше было повальное, конечно, количество пожилых людей, бабушек, дедушек, и это было не совсем правильно, потому что уже существовала группа Пелагея, уже у нас было определенное звучание, достаточно альтернативное, и они, конечно, не были к этому готовы, потому что они ждали маленькую девочку, да, которая, ну, максимум под баян, а как бы желательно вообще без всех и без микрофона, конечно же, будет петь песни, значит, им громко, как умеет. А то, значит, выходит, и вроде уже не маленькая, и с микрофоном И барабанщик барабанит То есть они, конечно, были в панике И требовали вернуть им маленькую Пелагею Но, к сожалению А сейчас все больше Молодежи И, наверное, это Какое это называется? Ну, 30 лет тоже Молодежь И Очень много стало мужчин Это очень забавно Потому что они Совсем по-другому воспринимают все И плачут очень много мужчин Да И очень много детей Приходят прямо с детьми, с маленькими Я не знаю, насколько это правильно Потому что, наверное, там их все-таки громко и гремит Но, видимо, тут люди думают о Каком-то там патриотизме И развитии В ребенке там национальной идеи И так далее Это, конечно, очень правильно И очень приятно, если мы людям в этом помогаем Вот И вообще мы понимаем, что Сейчас вот опять же У нас весь год был такой В разъездах, в турах И в гастролях Да И можно сказать, что Очень это все было успешно Потому что Несмотря на то, что, казалось бы Как бы кризис кончился И понятно, что он еще не совсем кончился И вовсе И, безусловно, сейчас очень сложно Артистам никто ничего не собирает Залы пустые и так далее У нас, слава богу, такого не было И, в общем, организаторы на местах Там, в городах говорят Что практически там одной руки Хватит, чтобы посчитать артистов Которые, в общем-то, это собирают И вот как-то мы в эту руку входим И я понимаю, что Ну, все-таки дело не в том Какие мы там прекрасные, замечательные Профессиональные и крутые А в том, что все-таки Людям сейчас очень важна Вот такая вот подушка безопасности Из какой-то уверенности Все-таки в прекрасности Культуры своей страны Потому что, мне кажется, что Конечно, нашей стране и нашему народу Это очень важно И когда нас этого лишили Абсолютно вот этого чувства плеча О том, что, ну ладно, зато наша Родина Самая крутая на свете Я думаю, что сейчас все меньше людей К сожалению, как бы просыпаются И засыпаются этой мыслью И об этом нужно напоминать И об этом нужно говорить обязательно Потому что, ну, не надо там врать, да О том, что у нас все хорошо У нас много есть достаточно, конечно же, проблем Но вот это вот глобальнейшее прошлое И культура, которая жила в людях К сожалению, она сейчас из нас, конечно Уходит постепенно Но, тем не менее, мы еще в силах Это остановить И какую-то придумать новую интеллигенцию И стать этой интеллигенцией, в конце концов И, не знаю, я иногда там читаю письма У каких-то людей, которые раньше, да Жили, насколько мы упрощаем И язык свой красивейший, да И насколько мы мало используем вообще слов В своем словарном запасе В лексиконе, да, красивых Которые обогащают речь нашу И делают действительно ее красивой И отличающейся от других языков Насколько мы Ну, вообще, мы как-то очень И книжек мы мало читаем хороших И кино мы мало смотрим хороших И опять же, и шнитки забросили со всеми И слушаем его Вот такое вот это все очень грустно А на самом деле Наша страна прекрасна не только березками И, там, прекрасной природой Да, просто я когда задумывалась За что? За что же любить-то ее? Ее обязательно нужно любить За то, каких она людей подарила миру И все-таки знать, что там Какая-то кровинушка в нас тоже течет И Лермонтов, и Пушкин, и Чайковский И это тоже все в нас есть Просто, опять же, в наших силах Это все возрождать В наших силах рожать новых спортсменов И воспитывать их И воспитывать их в первую очередь Конечно же, в любви к своей стране И страна огромная, опять же, многонациональная И нужно, чтобы мы все друг друга любили Только тогда мы будем сильны и непобедимы Иначе это кучка маленьких кучек Которые, в общем, друг другу не нужны И сами себе тоже Потому как ты говоришь Вот любой, там, маломальский профессионал Который с этим связан Сразу может сказать, что ты много читаешь Для того, чтобы человек говорил грамотно Чтобы он знал свой язык, его строй И его вкусности Надо читать Что ты сейчас читаешь? Вообще есть любимая, прямо вот такая любимая книга Я недавно в четвертый раз перечитала Мастеру Маргариту и поняла, что да Это моя любимая книга, конечно Каждый раз я ее читаю, соответственно В разные периоды своей жизни И по-разному совершенно Она на меня действует Разные я в ней нахожу какие-то Я сейчас нахожусь в таком состоянии Перечитывания книжек Которые я забыла, допустим Сейчас я хочу очень перечитать «Сто лет одиночества» Потому что прямо очень забыла вообще, что там как А помню, что меня это абсолютно вообще вскрыло Мне мозг в школе И я хочу еще раз Вот И сейчас дочитала Наконец-то, господи Дочитала, никак не могла Закончить Историю мировой философии Западной Западной философии А как его зовут? Как зовут этого человека? Опять забыла Ну, в общем, забыла я, как зовут этого человека Очень прекрасный, прекрасный автор и философ тоже западный И там такая, такая книжка Ну, от Платона, там, Сократа До, там, типа, до кого он дошел? До Юнга, по-моему Ну, такое Очень интересно Онтология, значит, да? Да-да-да-да Мысли Да-да-да-да Очень интересно Очень интересно Я все как-то пыталась найти какие-то ответы на вопросы Конечно же, ничего не нашла Но, тем не менее Поняла, что вот какие прекрасные, опять же, раньше были люди Жили умные Такие возвышенные их волновали моменты Мы как-то гораздо приземленнее стали Так, потихоньку дошли к вопросам, которые вот всегда ассоциируются с Такой специальный дневник был у девочек в школах, по крайней мере, лет 20-25 назад Анкеты Анкеты, да В общем, это если как-то такой в анкетный жанр немного Давай тогда немножко мы поддержим как бы эту стилистику Вот Вот личный, сразу вот личный вопрос Вот Как тебе дается так хорошо выглядеть? О, и это у меня сейчас как раз Что ты делаешь, что ты не делаешь, что, наверное, еще важнее Я, может быть, наверное, устала немножко, опять же, после этого тура И я вот уже 4 дня в Москве Я столько ем Я просто думаю, что через несколько дней, наконец-то, я перестану вылазить в джинсы Я просто вот жду, когда это настанет И тогда мне придется опять очень много делать для того, чтобы хорошо выглядеть Очень много выне делать, точнее даже Но сейчас просто я пока немножко действительно расслабилась И сама каждый вечер по этому поводу, после того, как поем, собственно, переживаю Ну, вообще, все на самом деле просто, надо ходить, заниматься спортом Надо мало кушать Кушать полезные вещи Не кушать неполезные вкусные вещи Ну, и все, собственно, больше ничего не делаем Ну, всячески смазать себя всякими кремиками Все на самом деле очень, ну, такие простые какие-то вещи Ничего особенного Ну, на все это тоже, в том числе, нужно и время И время Как тебе удается составить вот график, сорганизоваться, чтобы оставалось на себя время Сейчас уже, извините, и на половину Да, я стараюсь половину везде с собой брать, когда он может Это очень круто, когда получается Когда не получается Я очень люблю все планировать Но мне не всегда это удается Потому что, как бы, есть у нас, кто все на самом деле планирует Поэтому я, конечно, могу им рассказать, что ну, так вот Значит, я придумала, что я тогда туда, потом туда, потом туда Потом, естественно, Господь вносит коррективы И я уже Но все равно есть там вечер, когда можно посидеть, поговорить В общем, и книжку почитать, опять же Я на гастролях очень мало, на самом деле, общаюсь, допустим, даже с ребятами Все время провожу одна И как раз вот читаю книжки, смотрю фильмы и так далее То есть, в общем-то, время уделяю себе достаточно Вот это называется «С языка» сняла Только хотела спросить, есть ли какой-то любимый фильм Или, может быть, жанр, который вот Пелагея ближе всего Ну, хотя бы сейчас Не будем замахиваться Я позавчера открыла вообще для себя Я посмотрела на «Последнем дыхании» Годар Вот, с Жан-Полем Бельмондо Молодым Ух, 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 вообще У меня столько впечатлений, столько впечатлений Я вот такое кино люблю Я не люблю кино, которое сейчас показывают в кинотеатрах Я вот сколько раз ходила в кинотеатры за последние, там, несколько месяцев Я не помню ни одного, ни названия фильма, ни про что В одно прям, в один глаз влетел, в другой вылетел Вот такие, ну, зачем такое кино? А хорошее кино, его немного, но это, конечно, в основном артхаусные такие режиссеры И режиссеры такие классики И очень люблю итальянское кино Вот, Даниони, это все для меня Такое люблю искусство Ну, несомненно, да, и вот Счастливиться, как говорится, в прямом эфире и вживую общаться Даже когда экран, с экрана люди на тебя смотрят Это сразу ощущается просто вот заряд, взрыв, просто позитива Вот это врожденное Или, ну, как мне кажется, все-таки надо как-то работать над собой, чтобы такой оптимизм, такое отношение к жизни сохранять Ну, безусловно, я иногда бываю, как бы, и достаточно пессимистично настроена, и паникершей могу быть, и там, и так далее То есть я достаточно, конечно, живой человек со всякими разными, достаточно широкий спектр эмоций, да, у меня в рационале Но, тем не менее, что касается любых, скажем так, публичных, да, каких-то появлений Я же не всегда там ржу совсем уж И пытаюсь разговаривать на какие-то достаточно серьезные темы, да Дело в том, что вообще, я считаю, что люди, конечно же, должны очень беречь окружающих людей Будь то близкие люди, или люди незнакомые, на которых ты там сейчас смотришь там с телевизора, с экрана, или там с монитора компьютера, неважно Нужно очень следить за тем, что ты транслируешь как бы во внешний мир Потому что понятно, что в нас попадает разное, да, но я давно как-то придумала для себя такую, ну, скажем так, историю Что каждый человек такой маленький заводик по переработке, в общем, энергии, эмоций разных И я говорю, неважно, что в нас попадает, наша задача все это переработать и выдать все-таки уже позитив Потому что, если каждый будет об этом задумываться, то, опять же, гораздо меньше будет и насилия, и негатива, и так далее Нужно как-то все-таки справляться с этим самим А не перекладывать там какую-то ярость, которую нам только что вручили, там, наступив на нас в метро, например, да Другому человеку, опять же, наступив на него Сам с собой наступили, окей, ты следующему улыбнись И у этого человека будет хорошая эмоция, он с ней, ей поделится обязательно со следующим и так далее Это цепная реакция, она работает как как бы со знаком минус, так и со знаком плюс Ну, так получается, конечно, что я вообще такая, несите добро Ну, в общем, это действительно так И я стараюсь это всем объяснять, и в том числе и своим близким людям Говорю о том, что не надо ругаться и не надо вообще даже голос повышать Наоборот, нужно друг друга беречь Потому что жизнь, на самом деле, я, в общем-то, уже понимаю Потому что она у нас очень короткая, и чем больше мы проведем времени в негативе и копошась в своих там проблемах, тем быстрее она закончится еще 31 декабря и новогодняя ночь, где ты будешь? В Париже, я надеюсь Надеюсь, улететь Надеюсь, не застроили? Нет Надеюсь, в 31 все будет хорошо, но мы не попадем в никакую метель И 31 вечером уже будем в Париже Но ненадолго, потому что, собственно, нам обязательно нужно репетировать перед 7 января Поэтому уже через два дня я буду здесь Если говорить про поездки, мы уже опять вернулись к рождественским, значит, сюрпризным концертам Который заинтриговал в самом начале беседы Скажи, пожалуйста, а вот если говорить о гастрольной географии Как выбираются, вот мы говорим вот именно о настоящей, доброй той самой вот провинции российской То есть не о мегапромышленных центрах, а вот какие-то средние города Вот насколько часто они появляются и зовут, или сами как-то, может быть, выбираете? Нет, мы, собственно, только едем, если нас зовут, конечно же Потому что, ну, очень сложно как-то по-другому, если честно Потому что в каждом городе есть, там, свои какие-то организаторы концертов Которые выходят на нас обычно, там, собственно, через сайт И, там, мы узнаем, с кем работали эти люди, да И, в общем, в процессе, там, первых, там, несколько пулов переписки, грубо говоря, да Уже понятно, ну, обычно можно работать с этими людьми или нельзя Потому что, к сожалению, в этой индустрии концертной деятельности, да Я в индустрии организации концертов Очень много сейчас дилетантов и людей, которые совершенно ничего в этом не понимают И кажется, что это очень легко организовать концерт Это вообще расплюнуть, ничего для этого не надо Главное, артист и вот билеты продать Это, на самом деле, не так И это отдельная, действительно, профессия Которой нужно обязательно овладеть сначала А потом съесть к плюпсоли для того, чтобы понять, там, какие для этого существуют риски В этом и так далее Это очень сложно все Поэтому, когда сталкиваешься, конечно, с халтурой Но с халтурой сталкиваешься и в Москве очень часто И не только, то есть в городах, там, да, в провинциях Но, не знаю, как-то вот мы в этом году были в разных городах В нескольких городах мы были первый раз И, в общем, мне кажется, что не последний Поэтому насчет географии вообще Я все хочу себе повесить дома Атлас Наш, в общем, российский, карту И отмечать там, да Потому что я уже путаюсь Мне казалось, что я в Воронеже не была А нет, была, конечно же Конечно же была А потом приезжаешь в эту же гостиницу Думаю, ну да, конечно, я вот здесь спала уже Ну то есть это такое Просто уже замыливается немножко Потому что не все, конечно, города удается посмотреть Вот Ну, надеюсь, что когда-нибудь эта моя мечта, в общем-то, исполнится И я заполню всю вообще карту Везде съезжу Надеюсь, что так и будет Я недавно заговорила как раз про российскую географию Вот, очень мне понравилось Значит, благодарность Вопрос тебе адресован Сначала благодарность за Цитирую Чудесно Все через дефис Чудесно, сногсшибательно, потрясающий, незабываемый концерт В Уфе 22 ноября А, было дело, да Передаю И далее автор спрашивает Насколько комфортно тебе на современной эстраде? Ну, что такое современная эстрада? И что такое комфорт для артиста? Ну, это нет Мне комфортно очень Я вообще, да Не заставляю себя ничем заниматься Мне, конечно, вообще на сцене комфортно Что такое современная эстрада? И не знаю Что такое российский шоу-бизнес? Тоже, в общем, мы к этому имеем Очень опосредованное отношение со всем Поэтому Мне комфортно вообще на сцене Вот, скажем так Если рядом со мной, тем более, мальчики мои прекрасные То Куда угодно нас, в общем Выпульни, поставь на сцену Дай нам комбики, мониторы и пульт И мы вам все сыграем Ну, автор замечательного вопроса не ограничился одним Второй, который очень часто повторяется И наверняка тебе на каждой пресс-конференции И в каждом интервью спрашивают Есть ли будущее у русского этно-рока И вообще народной музыки на эстраде? Ну, если бы я думала, что нету будущего Я бы, наверное, все-таки этим не занималась Несмотря на то, что я, безусловно, не думаю о том Что, ну, там, будет ли это там продаваться Через какое-то время и так далее Все-таки мне в первую очередь это нравится И раз это нравится мне Мне 24 года Я, в общем, представитель молодежи, в общем, яркий И абсолютно такой урбанистического склада человек В общем, я никогда не жила в деревне, да И у меня, скажем так Ну, у меня бабушка там поет, да Дедушка поет, мама поет Но это тоже городские жители такие, да Поэтому я не находилась в атмосфере, скажем так Обрядово-деревенской такой, да, никогда Тем не менее, во мне это есть Есть этот интерес, есть способности передавать это Как-то транслировать, да И опять же, я такой очень непростой артист В том смысле, что у меня совсем не все получается петь хорошо Совсем не все То есть, есть, например, песня, которую я считаю, что я вообще очень плохо спела И, ну, вот не получается Например, гляжу в озеро синий Я вот однажды ее пела И я абсолютно с собой, ну, недовольна Я считаю, что я плохо это сделала Потому что я не смогла ее прочувствовать У меня не получилось И я до сих пор не могу, я не могу ее полюбить А если я не могу полюбить то, что я пою То я сама себе в первую очередь не верю И, соответственно, зрители, ну да, они похлопают Не то, что они меня прогонят там Ну, спела и спела Так много кто делает Так много кто умеет Поэтому я очень счастлива, что с началом такого нового этапа, периода в жизни творческой группы Пелагея Когда у нас появились авторские песни Это был такой очень, ну, сложный момент Потому что у меня тоже могло не получиться Но вроде ничего Я так слушаю и исполняю И понимаю, что мне безумно это нравится И надеюсь, что у меня получается передать те мысли, да Те творческие идеи, которые были вложены Пашей и мамой моей, да В написании этого материала Может быть, потому что эти песни написали два моих, там, ближайших, да, человека И, может быть, поэтому мне как-то в них комфортно в этом материале очень, да Поэтому мне так же хорошо на сцене с этими песнями, как и, опять же, с народными Потому что в народных песнях я абсолютно себя, конечно, спокойно и свободно чувствую Как, ну, грубо говоря, как в каком-то намоленном помещении Потому что я понимаю, я прям чувствую, что вот эти песни для меня исполнялись огромным количеством людей И они несут в себе, безусловно, энергетику мощнейшую Та же «Люба, братцы Люба» Ну, действительно, песни, которые я очень много лет пою И это как раз одна из таких очень драматических таких композиций Это одна из первых твоих аранжировок, я помню, в 96-м году Да, 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 да И сколько вот, ну да, там, несколько раз в месяц случалось, что я ее пела И сколько уже прошло лет И я так продолжаю ее петь И каждый раз, она мне только все больше и больше нравится Я каждый раз прямо проникаюсь мощью песни этой И текста, и мелодии, и огромное удовольствие получаю Каждый раз меня мурашивает, все вообще, волшебы не споют, все, я казак Понимаете? Вот так Поэтому это очень круто, что у меня есть возможность Таким шедеврам прикасаться И опять же, что-то свое в них, безусловно, вносить Вот упомянули мы как бы про начало сейчас 96-й, самое начало твоей профессиональной тогда уже деятельности Вот Все, кто маломальски тебя знает, любят Знают и про победу на конкурсе «Звезда», и про приглашение президента И про концерт на поклонной, и все остальное А к тебе вот сейчас не обращаются за помощью Посмотрите мою девочку А мы ты только из мальчика Обращаюсь несколько раз, но я не вообще, не надо ко мне обращаться Поэтому по 20-м случае ближайшие несколько лет точно Я не ощущаю себя еще таким мастодонтом вообще Или вообще человеком, который достиг такого мастерства, чтобы давать советы Правда Я вообще не люблю, когда мне советы дают, честно скажу И опять же, как бы к вопросу об авторитетах Да, у меня есть авторитет, это моя мама Этот человек вкус и там, как бы талант, которого мне знаком Да, ей я доверяю Когда просто ко мне подходят люди и рассказывают, как мне надо петь, что мне надо петь Куда мне надо ходить, в каких мне передачах участвовать, в каких нет и так далее Я всегда слушаю, улыбаюсь, мило, и как бы дальше иду У меня вообще любая критика, комплементарная в том числе, она для меня не очень много, если честно, значит Потому что я, меня мама всегда воспитывала, как бы в очень такой адекватной обстановке И меня никогда не баловали, но при этом там и не держали совсем в ежовых рукавицах То есть как-то мама старалась действительно адекватность не привить И мне кажется, что у нее это получилось Потому что я вроде уже взрослый человек И я очень хорошо, на самом деле, лучше меня, меня никто не знает Это действительно так И я прекрасно знаю, где я ленюсь, где я могу лучше Где я не могу по-другому Где я могу хорошо Где я могу так, как никто другой не может и так далее И очень хорошо все понимаю и надеюсь, что я могу эту ситуацию еще изменить И меняю ее Но, опять же Учить кого-то петь Во всяком случае, в ближайшее обозримое будущее Для меня это невозможно, потому что я сама не умею Тем более, что ты в поиске своего педагога Да, потому что большинство из того, что я делаю Безусловно, я делаю по наитию И то, это все-таки мой инструмент Это мой организм Я знаю, как им управлять И теоретически, как это объяснить Я пока совершенно не знаю Мне, безусловно, думаю, что Если все будет хорошо, все будем живы И так далее Через какое-то время, когда я перестану нормально выглядеть И нормально петь И работать на сцене, когда не смогу В возрасте Я считаю, что не надо этого делать И на сцену надо выходить до поры до времени Действительно Тогда, да Можно заниматься Если голос позволяет Можно заниматься какие-то записки, какие-то проекты И так далее Безусловно, можно помогать молодым Если они хотят этого Если они там идут и просят Позанимайтесь со мной Но для этого, я говорю Мне нужно такой багаж В общем, перелопатить самой И как-то попытаться это как-то теоретизировать Для того, чтобы все-таки Это очень важно Потому что для молодого, тем более талантливого человека Педагог Это, в общем, тот, кто может все испортить На самом деле Очень легко И именно поэтому В том числе Я никак не могу своего педагога найти Потому что, когда у тебя есть определенные данные О них забыть очень просто И перестать чувствовать, как правильно ими управлять Тоже Это все очень легко Ты упомянула о проектах Возможно, потенциально в будущем Которые могут там реализовываться Если ты уйдешь когда-то, значит, с эстрады Но сейчас ведь тебя очень немного В проектах, ну, в которых очень много других Там эти коньки, цирки Там, я не знаю, еще что-то В кулинарном поединке Я, по-моему, один раз только тебя вот увидела Великолепно, когда вы были со Стасом Пьеха Это было чудесно, незабываемо Вот Это немножко как бы в стране Но, тем не менее, это тоже проектная такая Пиаровская составляющая Для тебя это просто неинтересно Ну, что касается, например, коньков И цирков И таких всяческих экстремальных историй Я просто Ну, как сказать Я просто не понимаю Ну, вот хорошо Вот я, допустим, там сломаю себе ногу Ну, вдруг Катаюсь на коньках Из-за этого я несколько месяцев, например Не смогу выходить на сцену Музыканты в моей группе Да что они будут кушать Эти несколько месяцев Просто потому, что я решила покататься на коньках Понимаете Там люди, которые хотели бы прийти на концерты Купили уже билеты Или там должны были купить билеты Они тоже обломанные Я, соответственно, без работы сижу Да, и так далее Я просто, ну, сравниваю И выставляю правильные приоритеты Вот и все Для меня всегда И, как бы, главное Это моя профессия Моя работа Кататься на коньках Или в цирке со звездами Это не моя профессия Опять же, проверять себя А могу ли я это? Ну, не могу и что? Если мне хочется экстрима Я пойду на сноуборде покатаюсь Благо, наконец-то зима Или там, не знаю С парашютом прыгну Хотя это тоже На паспорт Но чуть-чуть можно Всегда стараюсь как-то людям помочь И понимаю, что При этом избегая какой-то желтизны Чем, слава Богу, отличаются наши онлайн-конференции Не могу не помочь человеку Это просто вот зов о помощи Зовут его Дмитрий Фаренгейт Если он нас слышит Я думаю, сейчас он облегченно вздохнет Потому что с массой восклицательных знаков Было следующее сообщение Которое я цитирую Здравствуйте, Пелагея Скажите, пожалуйста Это правда, что вы встречались с Тимати? Мне в это абсолютно не верится Но необходимо знать ответ Есть опасность проспорить бутылку виски Надо помогать Дмитрию Фаренгейту Пелагея, отвечай Ух, нет Мы не встречались с Тимати Это не правда Ну нет И как говорится в Штоге, когда И приз уходит Филизори и Тибио Кому-то ушла Кто-то все-таки виски проиграл К Новому году кто-то получит хороший сюрприз Наступая на горло Своей немузыкальной песни Я свертываю, к сожалению, нашу онлайн конференцию Задав последний вопрос В одном из интервью Буквально следующее Ты сказала Когда спросили тебя о планах вечных Встретить принца Выпустить альбом И найти гармонию Вот наступает 2011 год Вот три момента, которые Желает сама себе Переставить цели Ну в принципе я уже даже все Собственно завершила То, что нужно было Правильно, правильно К финишу пришла Насчет Что там еще было Альбом записать? Альбом Альбом выпущен даже уже Все хорошо Гармония Ну ее стало гораздо На самом деле больше Да, в общем-то И в связи с Конечно замужеством В том числе Да и вообще как-то я Достаточно Спокойно Вот прихожу К финишную На финишную прямую Вот это вот 2010 года Я всегда стараюсь Подводить какие-то итоги Мысленные Да И это был очень Очень важный Для меня год С кучей вообще Приятнейших событий И начался Он очень круто С приезда Макферина И у меня была Возможность Познакомиться С одним из самых Крутейших Знайнейших Музыкантов Вообще Современности И это для меня Очень важно было И я вообще Никогда в жизни Это не забуду И тут еще И потом И замуж вышла И альбом Очень хорошая Пластинка Я действительно Могу это говорить Потому что Не я одна Над ней работала И это огромный труд Моих любимых Близких Прекрасных людей Я очень рада Что мы вместе Это сделали И очень Я горжусь Этой работой Действительно И горжусь Ими В общем Очень действительно Много позитивного Хорошего Очень много было Городов Очень много Сольных концертов Очень много Вновь приобретенных Слушателей Зрителей Я очень благодарна Всем Кто приходил На наши концерты Потому что Не было ни одного Какого-то такого Средненького Я имею ввиду В плане приема Зрителей Нас везде ждут И Это конечно Все удивительное Такое Все чудесное И я Очень счастлива На самом деле Поэтому я надеюсь Что в следующем году Все будет еще лучше Мы будем все Очень много Работать Для того Чтобы Сделать хорошо Нашим слушателям Зрителям А я надеюсь Что они Тоже Не будут Себе изменять И останутся Такими же Скажем так Любознательными Вы любознательные Приходите к нам На концерты 7-го 13-го В Питер Приходите И вообще Следите за Расписанием Наших концертов На сайте Там всегда Все Вовремя Афишируется Вот С Новым Годом Друзья А наш сайт Благодарите Дорогая Пелагея За эту прекрасную Онлайн конференцию И желаем Конечно Удачи Успехов И хорошего Зрителя В следующем году Спасибо Спасибо большое Ура Ура Спасибо за субтитры